Сегодня я вместе с тобой посещу такую страну, как Узбекистан. Это очень редкий выбор для путешественников, а тем более для ютуберов. Но мы это сделали не просто так. Здесь культ не киберспорта, а именно киберклубов. Они почти на каждой улице. Даже если взять карты Google, то это заметно. С учетом того, что не все добавляют свои заведения в эту карту. Сегодня мы узнаем, какая стоимость интернета, сколько стоит собрать игровой компьютер для CSGO, какой здесь пинг и какие тут игровые клубы. Спасибо каждому за подписку на этот канал, если вы еще не были подписаны. Ну а также не забудь про лайк, если тебе понравится видеоматериал. Прилететь в Ташкент можно спокойно без ПЦР и вакцин. Все требования были отменены 10 июня. Нас встретила погода в 38 градусов жары. И единственный вопрос пограничников был, есть ли у вас коптер? Да, они тут запрещены. А за незаконное использование предусмотрена уголовная ответственность. Так, получается, две кровати, хотя просили одну. Так, что у нас тут? Огромный, кстати, телевизор. И, о, кстати, твои ставки что-то есть внутри? Смек, это крутой. Смек? И он пустой? И он пустой. Отстой. Сейчас мы пришли в самый большой магазин электроники. Здесь можно купить все от начала до конца. Мне кажется, здесь можно купить даже не самые настоящие и легализованные девайсы. Но в любом случае, прямо сейчас за моей спиной огромное количество магазинов. Это огромнейший рынок. Сейчас мы посмотрим, насколько сложно и сколько будет стоить самый средний ПК для CS GO. Нам нужна видеокарта 30-й серии, процессор iPad 10-го поколения и 16 гибрид оперативки. 30-й серии у нас 30-50 по лиге есть. 30-60, а 30-50 нет, да? А там Windows будет уже или нужно покупать? Лицейс отдельно будет, 125. 25 долларов. Ну что, весь наш компьютер 1126 долларов. Последняя цена? Да. А последняя цена какая? 1120. Если прямо сейчас заберем? Да. 1120 это ваша последняя цена? Да. А если мы прогуляемся и посмотрим, у кого дешевле? Без проблем. Есть ребята, которые предлагают альтернативу подешевле. Ага. Ну, это там бренд уже меняется. Угу. Там марк уже меняется. Хорошо. А девайсы у вас есть? Такие. Лоджитек. HyperX. HyperX есть. Можешь посмотреть? У меня сейчас как раз скидка идет на них в 30%. В 30%? На один месяц. О, кайф. А это... Это All Origins Call. Классно. Right. Наушники и коврик. 145 долларов, да? Коврик... Ну и коврик. Сколько он стоит? Это 13 долларов. 13 долларов. Все, хорошо. Получается, за 271 доллар мы забираем вот эти все девайсы, правильно? Угу. Очень круто. Сколько вам сейчас стоит купить новый iPhone 13 Pro Max? На 256? 1420. Долларах. 1320. 1320. Айфон Pro Max. Он очень... Он стоит в два раза больше почти. Это очень круто. Здравствуйте. У вас есть Apple Pro Max? Наушники большие? А, ну, сейчас, да. Да, кайф. 130 долларов. А можно? Они тут? Они сейчас, я скажу, принесут. Сейчас мы будем вывозить деньги. Я хочу купить AirPods Max. Они тут стоят 30 тысяч рублей. В России 60. В два раза. И так вообще, на самом деле, по всему СНГ. Здесь очень дешево. О, пошел, пошел. Внимание. Сейчас мы получим около 58 купюр в СОМах. Он недолго думает, он долго печатает. О, не печатает, а печатает. Я знаю, я экономист. Он до сих пор это делает. Какой-то момент хочется просто встать и уйти. Это 530 долларов. Это 30 тысяч рублей. И только в Узбекистане можно купить настоящие наушники Apple в пакете Honor. На самом-то деле, огромнейший магазинчик. Ну, это не магазинчик, это рынок, где можно по-настоящему купить дешево. В два раза. Наверное, в два раза там все дешевле. Ребята привозят товары из Дубая, накидывают свою маржу и торгуют. Это очень выгодно. Я думаю, если вы хотите купить iPhone, приезжайте сюда. Вы сами видели. iPhone 13 Pro Max стоит 80 тысяч рублей. Эй, камон, что за трэш? 36 градусов. Это одна из причин, почему хочется просто уйти от этого солнца и сесть пока день в киберклубе. А тем более он в подвале, и ты вообще забываешь то, что ты живешь в городе. Можно находиться весь день под землей, так сказать. Сейчас мы посетим еще один киберклуб. Если что, мы записывали самый большой киберклуб в Узбекистане. Это полторы тысячи квадратов. А здесь 700 квадратов и 114 компьютеров. Приятно. Здесь есть воздух, тут есть кондиционер. Серьезно. В Узбекистане нужно сидеть в киберклубах. Это инвестиция в твое настроение. И ты не будешь гореть и получать солнечный удар. Горилла. Здесь опять же у нас спонсор Горилла, как и в прошлом киберклубе. Это, если что, один и тот же владелец. Они сделали премиум и средний класс. То есть это считается в Узбекистане средним классом. Сегодня мы посмотрим еще и классом ниже. Куда идет настоящий Узбекистан. Здесь самое большое количество игроков. Слушайте, ну здесь явно есть проблема с расстоянием. Очень близко к твоему другу. Это неудобно на самом деле. По креслам Лоскогр. Есть компьютеры перед нами. Мы можем их видеть. И есть некоторые проблемы с кабель-менеджментом. Они здесь немножечко мешаются. Кто сидит в этих киберклубах? Люди, у которых нет компьютера дома? Или есть, и они просто приходят с друзьями поиграть? В основном, у кого нет компьютера. То есть, по сути, киберклубы в Узбекистане, это потому что нет денег на компьютер дома? Да. В этом киберклубе три зоны. В, А и ВИПК. Давайте рассмотрим В зону. Она стоит 14 тысяч сом. Это 1,2 доллара. Что мы получаем за эти 1,2 доллара? Мышка Logitech. Наушники у нас HyperX. Клайтура Logitech. Ребят, я не знаю. Тут проблема. Была и в прошлом клубе такая ситуация. И сейчас не удалось найти выделенный сервер. Минут 15 я уже пытаюсь настроить. Компьютер не дает. Скорее всего, это, опять же, из-за шелла, потому что карта просто не скачивается. Ну, поэтому я сейчас зайду на CyberShock и просто посмотрю, десматч, какой будет FPS. Ну, это, конечно, не круто. У нас FPS Max 400, но FPS 150, 120. Чтобы вы понимали, картинка сейчас очень неприятная, потому что герцовка на мониторе 64, но FPS меньше, чем 64. В общем, это у нас OZONA. Если бы OZONA нам не понравилась, то OZONA ничем не удивит больше, потому что это все то же самое. Здесь тоже 144 Гц, те же мониторы. Здесь все то же самое, да. Ну, короче, я думаю, там будет такая же картина. А это у нас уже VIP-ка. Здесь у нас, внимание, все стоит, по сути, дороговато. 19 тысяч сом за один компьютер. Опять же, ситуация та же. Очень близко, очень близко. Очень маленькие коврики, кстати. Мышка у нас, блин, она очевидно не кайф, плюс Firecore. Ну, это считается бюджетом. Талавиатура у нас Origins Core. Монитор. Вот за что респект. Тут монитор хороший. ZOVI. Здесь у нас уже запустился FPS Benchmark. Посмотрим, какой FPS. Average 353 FPS. Ну, это меньше среднего. Так, и здесь у нас PLUS-T-шки. PLUS-T-шки четвертая, кстати, не пятая. У нас еще есть PlayStation 5. Это отдельная кабинка. О! Тут также можно лечь. И, в принципе, и даже фильм посмотреть. Ну, да, 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 да. Вот тут прикольно. Да, PlayStation 5. Я и FIFA его поиграл бы на таком экране. На самом деле, мне больше всего понравилось в этом клубе. Вот это место. Поиграть с друзьями, посмотреть фильм. Эта комната получает лайк. Мы посмотрели гиберклуб. По сути, у нас тут три зоны. Первая была 150 FPS, 120 на десматч. Ну, это прям для CS неиграбельно. А випки у нас FPS побольше. Но по девайсам и расстоянию от игроков, ну, прям не очень. Сейчас на GGDrop активен Wild Event, где за каждый 1 рубль депозита начисляется 1 поинт. Эти поинты мы тратим на пули в тире GGDrop. Чем дороже пули, тем дороже потенциальный скин. За каждой мишенью расположены скины разной стоимости и 2 пустые мишени. Ну, а также недавно вернулся барабан бонусов. Промокод Узбекистан даст вам бесплатный фриспин. Также вы можете получить фриспин за каждый депозит от 400 рублей. При заход барабана вы можете получить как бонусы на пополнение, так и бесплатные кейсы. Ссылка на GGDrop есть в описании. Есть два интересных факта про Узбекистан. Во-первых, обратите внимание на машины. Здесь 80% это Chevrolet. Все это потому, что здесь находится их завод. А если привезти иномарку, то это будет стоить почти в 2 раза дороже. Поэтому, видя какие-либо интересные марки, сразу понятно, что чел при бабках. Тонировка на машину здесь по подписке. Все, кроме лабаша, будет стоить около 1200 долларов в год. А только задние стекла до 150 долларов. Здесь это делают не только для конфиденциальности, а еще и за жары в 40 градусов. Посмотрели рынок, а сейчас нужно посмотреть, как выглядят премиальные реселлеры. Просто магазины техники. Я уже вижу здесь игровой стол, игровой компьютер, игровое кресло. Кстати, там мы не находили кресло. Может быть, плохо искали. Узнаем, сколько это все стоит. Здравствуйте. А мы можем снимать? Да, конечно. Мы хотим собрать компьютер. Есть комплектующие. Хотим узнать, сколько это будет стоить. А винда входит в подарок? Да, это уже по акции. У нас все драйвера, вся винда, это все бесплатно. Активация есть? Да, конечно. Хорошо. Отлично. Окей, а можно узнать ценник? Да, конечно. Вот можете по списку смотреть. Все, давайте. В долларах можете сказать? Да. Кайф. Что у нас по кибер-клубам в Узбекистане? Какое их количество и насколько часто они у вас закупают? В Узбекистане их большое количество. Особенно сейчас их стало больше, когда начали закупаться с других городов. То есть не с Ташкента конкретно, не с Ташкента. Здесь и так, в принципе, у нас уже немало крутых клубов. И сейчас развитие пошло именно по городам Узбекистана. А можно такой вопрос? Вот с начала этого года сколько кибер-клубов обратилось? Ну, где-то штук 20 где-то было. 20 клубов. А для чего обычно берут здесь компьютеры? Во что они играют? Если брать именно гейминг, в основном собирают для кибер-спортивной дисциплины. То есть KS, Valorant, Dota и тому подобное. Бывают такие прям мощные запросы. Вот мы недавно собрали два ПК на кастомном водяном охлаждении. То есть человек просто захотел самый крутой компьютер, но играет только KS-ку. Просто KS-ку играет. Я его понимаю. Да, да. Смотрите, тут огромное количество девайсов. По сути, наверное, тут все то же самое, что и было на рынке, но здесь все красиво, презентабельно выглядит. Но что их объединяет, это нет ценников. Почему они не оставляют ценники нигде? А какая цена за компьютер? 900 долларов. 900 долларов за этот компьютер? Там же было 1300-1200 где-то. Мы даем на полную сборку два года гарантии. Можно девайсы добавить к стоимости? Сейчас скажу, какие. В сумме, например, если по 10 игре, 72, 100. Это будет 36, 26. Это все по скидке. Если это все суммировать, 234 долларов выходит в сумме. Слушай, ну это прям очень достойно. А у вас есть 39 на покупку? Да, конечно. Если в долларах, то это получается около 200. 2000. 2000 долларов, купить 39. То есть это 2100, смотря от какого вендера берете. Я сейчас спрошу Роберта. Алло, Роберт? Да. Роберт, привет. Такой вопрос. Мы сейчас в Узбекистане и зашли в магазин техники. 30-90. Сколько стоит в Питере прямо сейчас забрать с магазина? Смотри. Турбированное. Ну, то есть самое при его исполнении. 170. 170. Готов, слушай, сколько стоит? 30-90 в Узбекистане? Ну, давай. 120 тысяч рублей. 120 тысяч? 120 тысяч. Это... Это все нормально с ней, да? Это не единственный магазин. Тут все цены такие. Примерно плюс-минус. Почти в два раза все меньше. Такие дела. Если у вас проблемы с поставками, с поставщиками, то приезжайте в Узбекистан и забирайте в UPG. Что по интернету? Мы вот буквально недавно, по-моему, выросли в плане того, что мы просто вышли как минимум из трафика. Вот у вас в России, я уверен, уже много лет, да, наверное, нет трафика? Понятие даже трафика. У вас все, ну, без них, наверное. У нас, если в общем взять масштабно, это произошло буквально недавно. Хотя у нас у провайдера еще есть так иные планы с трафиком. То есть их даже еще не убрали. Как он выглядит примерно? Какая сумма? 30 мегабит днем, 100 мегабит ночью. Это получается с 12 до 9 утра 100 мегабит, с 9 утра до 12. То есть обычный день идет 30 мегабит. Мы платим 18 долларов. Я знаю, что у вас 18 долларов, можно, по-моему, брать уже гигабит. 18 долларов, да, гигабит, думаю, можно взять. А у нас гигабит стоит 550 долларов. В месяц? Да, он буквально только к нам зашел, этот таймплан, только. Очень интересный момент. Какой средний пинг из Узапакистана на Сайбершоке? Москва, 49. Так, давайте я Москву поставлю и посмотрим. Пинг 50. Так, ребятки, спасибо большое. Спасибо, что заходили. Все, добро. С вами, спасибо. Это просто нечто. Мы зашли туда рандомным образом. Не знали, кто мы такие. Не знали, что мы приедем. Подарили девайсы. Ой, нет. Подарили мерч. Угостили бесплатной водой. Записали интервью. Просто нечто. Еще такое красивое место. Вот такие магазины, где люди реально живут, и им нравится то, чем они занимаются. Как в таком городе, как в таком месте не будет продвижения? Только так. Красавчики. Ну, а мы идем дальше. Мы организовали пресс-конференцию и плюс сходку подписчиков в Ташкенте. И ребята уже пришли. Сейчас поотвечаем на вопросы, пообщаемся, пофоткаемся и поиграем в кибер-клубе. Привет, привет, привет. Ладно, я не смогу сейчас со всеми поздороваться. Слишком неплохо. Слишком неплохо. Да. В общем, я думаю, что можем сейчас зайти в клуб. Там, надеюсь, места будет достаточно. Я думаю, нужно выйти на Шелт-ТВ. Какие призовые сейчас? На этом турнире призовые составляли 20-30 долларов. Было много вопросов от ребяток. Пришли они после постав в Телеграм. И самого интересного, им очень некомфортно играть с высоким пингом на Фейсите. Ну, а также я обещал, что следующий приезд будет отовременно с проведением турнира от Сабиршот, где будет разыгран, скорее всего, новый ПК. Только на четвертый день пребывания в Азербайджистане мы поняли, что тут есть колесо обозрения. На самом деле, здесь опасная ситуация по землетрясениям. Это все-таки горное место. И здесь нельзя строить высокие здания. Как вы можете заметить, весь город не выше 10 этажей. Но на моем фоне сейчас строится Ташкент-Сити. Это подобие Москву-Сити. И там по-настоящему есть высокие здания. Ребята постарались и используют ту технологию, которая дает возможность строить высокие здания. Ну, то есть, колебаются здания и так далее во время ветров. Сейчас оно только строится. Представьте, что будет через 5 лет. Возможно, Москву-Сити подвинется. А, кстати, самое интересное. Тут два выбора. Либо обычное сидение в кабинке, либо VIP. Разница 1 доллар. Ну, здесь сидится хорошо, кондиционер работает. Сейчас 36 градусов. Нереально жарко. Я не знаю, мне кажется, тут популярны клубы из-за того, что нечего делать на улице. Только вечером можно выйти. А все это в другое время. Ты должен сидеть под кондиционером в кибер-клубе и играть на Собиршоке. Вчера, кстати, была пресс-конференция. Узнал много моментов. Оказывается, здесь у ребят реально есть потребность в серверах. Вот прямо серьезная. И то, что они не могут купить подписку на Собиршоке. Такие вот моментики. Я не знал про это. Но мне до сих пор вопрос, почему с Узбекистана 1% игроков Собиршока, а на деле их гораздо больше. Как эта статистика работает, я без понятия. В Узбеке, получается, мета-люди, которых даже в статистиках нет. Мы находимся в настоящем спальном районе. И именно в таких районах находятся настоящие кибер-клубы, где играют и узбеки. Справа от меня сейчас кибер-клуб. Через 3 метра другой кибер-клуб. Слева от меня в 10 метрах другой кибер-клуб. Их сложно назвать кибер-клубами. Это больше интернет-кафе. Но именно в таких местах узбеки и играют. Я правильно понимаю, что Собириум, Собирарена, которую мы смотрели, это для людей с бабками? Да, это люди с бабками, особенно в Собириум. Надо приходить с большими бабками, если хочешь 2-3 часа поиграть. Здесь же, здесь все по-дешевому, здесь для районных пацанов. Мы просто зайдем, запишем, это секунд 40. Мы просто прогуляемся и покажем, какие кибер-клубы. Да, 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 да. Просто курсат махчалет, то что кибер-клубы есть бар. Нельзя здесь зайти? Ну ладно, ну ладно, нам вас сначала впустили в клуб, сейчас говорят, что нет. Во время уроков ученикам посещение клуба строго запрещено. Это все потому, что ученики прогуливают школу, заходят в кибер-клуб. И тут такое правило теперь. Game Club Cybersport. Вот здесь тоже неплохо. Ну, вывеска неплохая. PlayStation 3. Так, подожди, PlayStation 3. Так, сейчас вроде пятая уже вышла. Ладно. Может быть, она золотая? Чел, погнали. Там громко дверь серьезного качества. Заходим. Ух, ух. Да, ой. Мне страшно. 48 игровых мест. Это по-настоящему самое оптимизированное место для кибер-клуба. По сути, это вагончик в поезде. Мерцает свет, да. Атмосфера прям, чтобы сфоткаться. Так, стул. У нас здесь когр. Слушайте, сидится нормально. И ты вообще сидишь. Нужно уже сказать спасибо. Кстати, я не буду говорить, сколько это все стоит. Вы поймете, что это стоит того. А еще, что здесь нет клавиш. Видимо, воровство тут не клавиатур, а клавиш. На каждой клавиатуре отсутствует хоть одна кнопка. Здесь стрелка вперед. Здесь минус, минус. О-о-о. Чистое? Да. А час сколько стоит? Час, сказали, 6 тысяч. 6 тысяч? Это 60 центов. 30 рублей примерно. Ну, это прям атмосферно. Как тебе вообще атмосфера? Здесь нормальные компьютеры? Windows 7? Мне нравится то, что здесь прохладно. Да, это правда. Мышка. Мотоспид 20 долларов. Клавиатура, мотоспид. Эта клавиатура стоит плюс-минус 25 долларов. Наушники. Звукоизоляция лучше, чем HyperX Stinger, без шуток. Монитор, 144 Гц, да, говоришь? Да. Мы ждали минуту, пока откроется симглар. Честно, это один из самых интересных FPS-бенчмарков будет. Моя ставка 90 FPS будет в среднем. Ну что ж, момент истины. 102. 102 FPS. Такие вы дела. Это настоящий интернет-клуб. Интернет-кафе, наверное. Друзья, сейчас мы находимся в Ташкенте. И мне нужен один подписчик, который придет первым на геолокацию, которую я ставлю сейчас в Телеграме. Будет выпуск «Что купит школьник» на N-суму. Поэтому, кто будет первым, вы будете сегодня счастливыми. Вот так вот. Опубликовал сейчас это в Инстаграме. И будем ждать первого подписчика. Мы сегодня будем разыгрывать не так уж и мало денег. Я дам просто 500 долларов наличкой. И человек будет закупаться в местных магазинах на рынке. Будет очень интересно. Вообще, на самом деле, мы сейчас дадим 500 долларов. И можно купить на эти деньги хоть PlayStation, хоть девайсы, хоть видеокарту. Тут все очень дешево. За 500 долларов здесь можно реально закупиться. А, это вчерашний. Привет, привет, привет. Сразу вопросик. Ребятки, вас двое. Нужно один человек. Давай я, без обид. Это что, как? Так, нет, ручки нужно двигать. Так, заходим. Здесь нас встречает выпечка. Можно, я думаю, согреть. Наверное, микроволновка где-то есть. Можно поесть сэндвич. Есть напитки, есть холодильник. Это уже лучше, чем в прошлом. Такого там не было. Вау. Посмотрите на размер этих мониторов. Они огромные. Играют, на самом деле, как и мы предполагали, в 1.6. В CS 1.6. Здесь у нас, кстати, интересно. Это то, что таких мониторов я вообще не видел в жизни. Samsung, скорее всего, 60 Гц. Наушники, клавиатуры. Все, наверное, ноунеймовское. Ладно. Ну, здесь, кстати, клавиши все есть на месте. За все это дело вы заплатите всего лишь 7000 сом за один час. В целом, в целом, здесь цивильно. Если бюджет не позволяет, здесь можно поиграть. О, здесь уже прям интересно, потому что есть что-то киберклубное, и здесь есть люди. Слушайте, те же кресла, Cogar, Jun Doon, наушники, большие мониторы Philips. И здесь играют в CS. И даже в CS GO. Так, а сколько это все стоит? 6000 сом. Это за 6000 это прям хорошо. Усчитывая то, что мы получили там за 6000. Здесь гораздо комфортнее. И посмотрите, реально полная посадка, по сути. Ну, я предлагаю прогулки по киберклуму закончить на этом моменте. И именно сейчас мы потратим эти 5 миллионов сом. Ты уже, наверное, подумал, что ты хочешь? Ну, примерно так. Прикинул, да. Все, я предлагаю начинать. Поехали. Поехали. Ты стримил когда-нибудь? Пытался. Ну, ты можешь вообще сейчас собрать свой сет. Вообще, я об этом думаю, да. Время пошло. У тебя ровно 5 минут. Все, поехали. Давай, моник мне. 140 герц. Моник 140 герц. Моник АОС. 24 дюйма. 144 герца. Ай, ты смотришь. И прямой. Сколько стоит? 280. 280? Это давай 3 миллиона. У тебя 3 миллиона, да. Ну, хорошо, бери. Все, бери. Только ты должен оплатить все за 5 минут. Все, окей. HyperX, Origin 60? Да. Давай сюда. Сколько это? 800. Уши мои. Какие хейпера можно? Вау, они такие красивые. Да? Да. Они без киды гораздо здорово, что сейчас на скейпе HyperX 90 долларов. Я доверюсь. Что у тебя в итоге? В принципе, сколько осталось? Не знаю. 4,12. Все, нормально. 100 тысяч осталось? Да. То есть, это все? Да. Это все. Давай. Чем-нибудь на память о Ташкенте, может? Давай. А, мне? Да. Так, а что тут есть из каэцки? Ну, у тебя мало времени с меня. Хорошо, хорошо. Я беру, я беру, я беру. Давай его. Иван, все, я взял. Так. Деньги? Деньги. Все. Все, да, 5 секунд. 4, 3. Все, ты, по сути, купил, вот это все дело. Так, что у нас в итоге? У нас клауда Origins, клауда Alpha S и монитор АОК. Все стоит 4 Гц. У тебя нет коврика и мышки? Коврики есть, мышка есть, в принципе. Кайф. Еще просто с утолкой. А, я ее отзываю. Мой дом у победителя. Вот как выглядит обычная узбековская квартира. Коровку на стене надо показать тоже. Коровку на стене? О, это шаковка. Ты знаешь, если ты знаешь, какая шаковка, это респект. Нет. Сказал бы, что знаю. Знаю, да. Подрежьтесь. Знаю, да. Вот шаковка у вас на экране. Это легендарный рисунок, который я делал на контрактах. ВКС. Слушай, а что за полоса? У него просто битые пиксели. Такая вот история. LG 60 Гц? Да. Ну, теперь у тебя 64. В два раза больше. Почти, что-то. Даже больше. Как ты узнал про конкурс? Мы вообще ехали с работы с другом Егором. И просто чекнули ТГ-канал. Там типа объявления. Кто первый приедет, то нормально типа там поднимет. На карате мы решили поехать. Егор вчера на конференции не успел сфоткаться с тобой. Поэтому мы думали, как минимум он сможет сфоткаться. Вот мы вдвинули. Выехали и оказались первыми. Все, вот. Он собирает мне комп. Он купил, он собирает. Во что ты играешь? Смотришь ли ты мой канал вообще сейчас? Последнее время реже. Вообще, но это связано с тем, что я вообще-то в целом меньше смотрю ютубчика, меньше контента. Но давно знакомый уже с тобой. Больше я смотрел АИМКИ, наверное, там 1 на 1. Это самое такое. Больше интересующее было на тот момент. В основном в Контру играю. На фастике с друзьями. Ну, непрофессионально, наверное. Но больше так, для себя. Валорант иногда. Какое, но маленькое. Топчик, топчик. Сколько он оставил? 80 тысяч, да? 80 тысяч, да? 80 тысяч, да. Это 80 долларов. Она такая тяжелая, кстати. Да, тяжеленькая. Не сможет поэтому рукой. А, я еще жаловался. Молодец, молодец. Клон, что ли? Ты, получается, занимаешься созданием костюмов для танцев, да? Да, неоновые костюмы. И ты их продаешь? Я в аренду сдаю. Своим же ребятам. Как ты считаешь, почему киберспорт в Узбекистане так слабо развивается? Все есть для того, чтобы люди появлялись бы. Появился только Санжи. Почему так? В целом, да, наверное, но Санжи, по-моему, в Казахстане пробиваться начал больше. Но тут, наверное, менталитет люди не понимают, просто родители не понимают. Если ребенок хочет заниматься этим, то они не видят в этом будущем, наверное, такого-то. Ну и плюс проблемы были с пингом. Это только последнее время. Сейчас более-менее что-то появляется. Такое, ну, то, что пинг там 68 сдержится. Раньше такого не было. Ладно, бразер. И тебе нравится? Да, не все. А это самое главное. Это да. Это был конец ролика. Спасибо большое всем за просмотр. Ура! 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 Спасибо. Не забудьте подписаться на канал. С вами был я, Эрик Шоков и Вартан Шоков. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok